Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и с нами на связи Магомед Тигр Магомедов. За полчаса беседы мы поговорили о подписании в UFC Тимура Валиева. Он, кстати, появляется в одном из эпизодов интервью. О том, когда мы увидим в UFC самого Магомеда. О чемпионстве Петра Яна, о фишках Марка Генри и забития, который хоть и добряк, но был сильнее всех в уличных разборках. Приятного просмотра! Ну что, у вас сегодня в команде большое событие. Подписали Тимура Валиева в UFC. Наконец-то! Как встретили эту новость? Ну, мы-то знали, за пару дней сообщили, что есть возможность выйти на замену Тиму. Тимур принял с радостью и обрадовались очень за Тимура, потому что Тимур очень давно в этом спорте. С 13-12 лет. И как никто другой он заслужил быть там лучшей лиги. А праздновать будете каким-то образом это дело? Отпразднуем, скорее всего, после боя. Потому что, буквально, бой на носу, 1 августа, бой. Я думаю, вместе с победой отпразднуем и подписание. На твой взгляд, а это было риском соглашаться на поединок в более тяжелой весовой категории все-таки и на таком достаточно коротком уведомлении все-таки уже 1 августа, потому что совсем мало времени осталось? Ну, как говорится, не знаю, нам в Кавказе легко ничего не дается. И выпал шанс, и Тимур воспользовался. Риск, конечно, есть, но Тимур, я думаю, в хорошей форме. Он держал себя в форме, хоть во время пандемии он тренировался в Дагестане, когда мы были, тренировались вместе. И я думаю, после этого боя Тимур перейдет в свою весовую категорию сейчас на день. Ну, я думаю, он, между прочим, пройдет дрался гран-при на счастье с большими пацанами. Я думаю, он спокойно подерется, проблем не будет, один бой подраться на этот вес. А это стало неожиданностью для вас, для всех? Или все-таки Тимур ехал в США с целью выйти на замену? Ну, то есть, держа, так скажем, этот вариант в голове. Ну, да, его менеджер Али Абдулазиз Резван сказал, что приехал в Америку. Потому что все с боев снимаются, много снимается с боев. Кто-то травмируется, кто-то из-за пандемии снимается, не выходит драться. И мой же вариант был вот такой выйти. И выпал шанс, как раз. И Тимур еще воспользовался этим моментом. Ты его как-то назвал Тимка Гигант. А почему ты так его назвал? Объясни поподробнее, если можно. Да, 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 да. В одном из интервью. Нет, Тимка это реально гигант. Он, можно сказать, капитан нашей команды. Который всем помогает. Нашему клубу «Дагестан Файтер» как капитан нашей команды. Всем помогает готовиться, вес гонять, со всеми ездить, с молодыми. Он реально большую пользу приносит нашему клубу. И из-за этого я его называл сам. Тимка Добряк тоже сам по себе. Если не он гигант, то кто. Ну, я смотрю, ты рад за Тимура. При этом все-таки с какой-то стороны вы одноклубники, вы из-за нововеса. Но и все-таки много уже, можно сказать, уже чуть ли не лет ходят разговоры о том, что ты сам мог бы перейти в UFC. Почему выбрали Тимура, а не тебя? Конечно, я рад, как за себя, за Тимура. Потому что я с Гором тоже долгое время ждал. Я сам тоже хочу подписаться и все. Как не упадет шанс, как понадобилось. Я тоже готов выйти на замену. И воспользуюсь на любовь, на счет 1, на счет 6. Если надо будет, и на счет 70 выйти на замену, что-то попасть туда. Если сейчас скажут, что на 1 августа есть вариант, ты был бы готов выскочить уже 1 августа, допустим? Да, конечно, я могу сказать, в процедующийся форме. Спокойно, там, вес, конечно, от 2 дня до 1, на счет 6, за 1-2 дня смогу спокойно уложить вес. Да, конечно, я воспользовался таким вариантом. Почему бы и нет? Ты сколько будешь в Америте находиться? Я планирую сейчас забить дерется в конце августа. Еще пока точно-то нет, контракт ничего не отправили. Я думаю, до конца, ну, до сентября я буду там. Дальше видно будет, как-то по обстоятельствам. Ну, там, получается, у нас в Америте будет где-то 4 турнира UFC. Ну, то есть, в общем, всякое может случиться, так что теоретически. Конечно, да, всякое может случиться. А пока я помогаю и Тимуру, и Фрэнке Эдгару, и Забиту Магоми Шарипову. Им всем помогаю, как могу. Всем, чем могу, помогаю, спаррингую, борюсь, там, растягиваю, там, по-стернаку. Всем, чем могу, помогаю. У Тимура, у него дебют в UFC срывался, ну, раза два точно, это минимум. То есть, когда уже, вроде бы, было все на мази, но в результате все соскативало. У тебя такое бывало, что, вроде бы, уже вот-вот ты должен дебютировать, а потом бах, и срывалось. Нет, такой, что процента не было, что я должен был дебютировать. Ну, там разговоры разные ходили, что, ну, могут подписать. И как бы расслаблялся, и не получалось. Ну, не знаю, походу, не судьба была. В конечном времени пришло, походу. Ты не дрался почти два года. Нервирует ли это, такой длительный, простой? Да, у меня что-то вообще простое между боями получается. До этого тоже, до крайнего падения, у меня 8 месяцев простой был. До этого еще 7 месяцев было чуть тяжело проходит, но... Все, что происходит, все кучу. Я, наоборот, не знаю, хоть я отдохнул, отдохнул, с новым силам набрался. И, как бы, я думаю, у меня самый, как раз сейчас самый пик. Мне 28 лет. И до 30, до 30 лет. Но еще есть время взорваться. А, кстати, ААС, они же предлагали тебе новый контракт после того, как тот истек? Да, да, конечно, они мне предлагали, отправляли контракт. Честно говоря, я устал уже в России играться. Я всю свою карьеру дрался в Россию. И хотел бы себе попробовать в лучшей лиге. Потому что, кого я побеждал, с которыми дрался, и не с странцами, и со своими. Многие дрались, и все, и показывали, все очень хорошо показывают. И хочется попробовать там, и как бы завершить карьеру. Я уже тоже с 13-14 лет в спорте. Хочется в лучшей лиге подраться, и уже завершить карьеру. Вот сколько времени ты себе еще отводишь, так скажем, на профессиональную карьеру в ММА? Честно сказать, посмотрим, как пойдет. Как уже я почувствую, что организм не выдерживает, или как-то молодым уступает в чем-то там. Ну, превосходят молодые. Там, я думаю, организм даст сигнал и сам почувствует, где я не буду реально тянуть. Где молодые уже на пятки наступают реально. И я думаю, почувствую. Но пока я не чувствую, что кто-то наступает. Из-за этого можно газовать. А ты же мог в Райзен подписаться. Было же дело такое? Да, было дело. Был вариант в Райзен подписаться. Пролагали там 11 сентября с этим Хирогучином чемпионский подраться. И как-то там не сложилось. Потом в Гран-при вроде планировалось. Тоже, и как-то не сложилось. И попал туда, да. Ну, то есть мог. Ты бы согласился бы на этот вариант. Да, я думаю, если я знал бы, что так долго все затянется. Я, скорее всего, с ним Хирогучи вышел бы за чемпионский титул. Подрался бы. И я думал, более быстрее мне подпишут. Ты сказал, что многие ребята, кто выступал в ICB, успешно себя показывают. И только ICB. И в М1 я дрался. Поляк с Поликон дрался. Он тоже ICB. Это ICB. 2-3 боя выиграл на мой вес. Это Дамьян Стасиак. Дрался там. Парень. Ну, многие там. 20-0. Те же самые. И ICB. Ну, ICB. Ну, Ахмати дрались. ICB дрались. Многие, кто дерется. В России все хорошо показывают. Ну, как мы видим, один из твоих бывших соперников стал чемпионом UFC. Как тебе бой Петра Яна и Жозаальда? Да, очень хороший поединок был. Ну, все равно молодость взяла поздних раундов. Как все и говорили, Петр Яна передешал и прошелся по Жозаальду. Петр, он сейчас круче, чем Стерлинг? Я думаю, да. Да, мне кажется, Стерлинг, ну, Стерлинг ставит, что он будет бороться с ним. Я думаю, не сможет Стерлинг его перебороть Яна. Яна тоже борьба на уровне. Все равно тяжело будет. У Яна бокс хороший, и он будет накидывать, ему не давать бороться. Тяжело будет. Тяжелый бой будет для Стерлинга, я думаю. Ну, то есть ты имеешь в виду, что он просто не сможет перевести Яна? Да, если не сможет перевести, я думаю, там темпом задавить. Он там темпом, да, я-то видел его пару поединков, он там темпом давит, там, старается переводить, там, накидывать. Я как вижу стилистически, он там не сможет особо ничего сделать. Марлон Мараес, тот человек, с которым ты не раз тренировался. Марлон, да, очень такой крепкий, честно сказать. Я, с кем я там, ну, дрался или боролся. Один из физических сынов, на это вес такой, габаритный такой, очень тяжело бьющий. Ну, это бой, все может быть. На кеймсах дерутся, один удар, все может изменить. Это, там тоже такой, я думаю, ну, 50 на 50, да, оба бьющие. Шахман, как в шашке играет, кто попадет, кто как подойдет к бою. В чем Петр прибавил по сравнению с тем, каким он был в ACB, когда вы бились? Более уверенно начал драться, более уверенно начал драться. А так, то же самое, там, ну, как и боксировал, бороться не дает. Чуть борьбе, думаю, прибавил, так, заметил, что он переводит. И если, где раньше не делал, сам переводит, не боится бороться. Я думаю, что чуть борьбе прибавил. А вот ты, кстати, его не поздравлял с победой, лично? Не, я лично не поздравлял. А почему так? Мне кажется, это было бы достаточно... Ну, я себя близко поздравляю, кого я знаю. Не знаю, да. Но рад за него? Да, я рад, молодец. Молодец, хорошо себя показал. И дальше будет себя показывать. У тебя есть цель провести с ним третий бой? Тем более, что он уже чемпионом стал. И, возможно, это надолго. Потому что Петр, он реально сейчас очень хорош. Цель такой нет еще. Я просто хочу попасть в Юси. Если предложат бой, я поддерживаюсь. Ничего такого. Не ловишь себя на мысли, а на его месте мог бы быть бы я? Тем более, учитывая, что где он будет, он выиграл. Не, ничего нет. Не, такие мысли даже в голову не проходило. Ну, так скажем, и последний вопрос по поводу Петра. Вот ты, как человек, который дважды с ним дрался, в чем он особенно хорош, на твой взгляд? Вот в чем его главная фишка? Я думаю, бокс. Бокс, передвижение. И дышит очень хорошо. Хорошая темна дает. И его база – бокс. Если ты попишешься в Юси, ты будешь себя так же дерзко ввести? Потому что мы видим, что этот дает свои плоды. То есть за два года он дошел до Чепетского пояса. Не знаю, посмотрим, как там обстоятельства будут. Если надо будет газовый, будем газовый. А так, все по делу. По поводу Марка Генри. Ваш тренер в Америте. Он сейчас, на мой взгляд, один из самых востребованных специалистов в ММА. То есть к нему теперь даже и Даниэль Корме стал ездить, который все время был в Айкей. Вот чем он так хорош? На твой взгляд? Да, индивидуальный подход. Индивидуальная работа над каждым бойцом. И план на бой хороший, план на бой ставить. Он как соперника разбирает. Достаточно пару боев посмотреть. И он находит ошибки соперника. И под них буквально два месяца работает. Он же там все записывает в блокнотике. Как-то вот это вот что-то удивительное в этом плане. Да, он записывает там всякие серии. Ну, это то и самое, как бы там, коды всякие. Это под слабость соперника. Это же главное, там, какую-то комбинацию там можешь, там, через день там давать эту комбинацию, чтобы она хорошо проходила в бою. А в смысле, коды? Вот это вы интересны. То есть... Ну, всякие там коды, там, говорить. И она означает, как-то комбинация. Когда спаррингуешь, там, или бою борешь, он говорит, и мы понимаем примерно, что он хочет, чтобы мы сделали. А это связка из цифр какая-то? Из цифр или там... Из любой, любое слово может быть. Ну, вот, например, просто... Любое, там, имя, может, там, мага, можно сказать, там, и она означает какую-то серию, там, или, там, какую-то комбинацию, там, или контратаку, там. Ну, это... Состояние, как говорится, виднее же. Он видит, что лучше может зайти и включить, подсказывать. Вот вы сейчас в доме Фрэнки Эдгара живете? Ну, то есть тот дом, который евростникам подлежит, или нет уже? Нет, это у Фрэнки Эдгара, да, в доме Фрэнки Эдгара живем. Здесь не в котором, до этого жили, но в доме его. Здесь мы арендуем, здесь живем. То есть это вот сейчас вот, это дом Фрэнки, да? Да, это дом Фрэнки. Здесь, конечно, мы все вместе живем. За бесплатно, кстати говоря, он для вас это дело делает? Или, кстати, какие-то там деньги есть? Нет, здесь какие-то деньги есть, конечно. Мы до этого жили, года три-четыре, все бесплатно было. Ну, этот дом, куда мы приехали, здесь намного лучше, конечно. А чем лучше? Ну, здесь, не знаю, там-то еще просто, где мы жили, там его, получается, ну, жены, родители наверху жили, мы там внизу, получается, жили. Это же, и как-то все равно неудобно было, когда кто-то живет еще, думаю, тяжело уже было двигаться. А здесь мы живем, да, как наш дом, что хотим, то и делаем. Вы там, получается, вчетвером и... или сколько? То есть вы, Забит, его брат, Тимур? Да, я, Хасан, да, Забит и Тимур. В четвером, папа четвером. А, кстати, а почему еще бой до сих пор официально? Забиту не назначили, потому что уже давно вот эта дата есть, 29 августа, и соперник, и Родри. Я понял, да, Лиси Бай заходит веселительно. Быстро подфернили, отжались бы. А, да? В сих пор. Я извиняюсь. Новоиспеченный? Да, да, да. Здорово, как дела? Здорово. Да, 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 я вижу. Там, честно говоря, сейчас пахать надо, сейчас интервью давать после боя. Ну, смотри, а на неделю до боя, допустим? Ну, неделя же осталась и так. Ну, хорошо, ну, как удобно, в общем. Да, сделаем после боя. Я просто этому тоже обещал, другому, этому вестнику. Сейчас там интервью, тут интервью, как интервью боец получится. После боя четко, руку поднимут, уже уверенно можно газовать. Все, хорошо, ладно, удачи. Хорошо, спасибо вам, тоже. Так, на том, что бой до сих пор официально не объявили. Я думаю, скоро объявят. Просто вопрос времени. Я думаю, скоро объявят. Еще время-то есть, дабы, почти 38 дней. Я думаю, в конце месяца, может, в ближайшие дни объявят. А вот кто, кстати, у вас больше всех по стилю на Яира похож? Родридеса. Я думаю, младший брат Забито. Насан. Насан работает с ним. Он длиннее, как раз просто Яира. Ногами тоже Маша не хуже Яира. И еще здесь пара человек, которые здесь на месте, которые работают с Забито. Но остановь длиннее, длиннее. Я там особо не подхожу. Я под Валкановского больше. А как тебе, кстати, бой с Холлоуэем? Реванш? Кто выиграл на Турбе? Честно сказать, я так смотрел, первые два раунда он просто его снес. И я был уверен, что Холлоу дадут победу. Я немного удивился, когда подняли руку Валкановскому. Не знаю. Он был как чемпион. Ну, до этого, когда... Чем Валкановский выиграл первый бой? Это Макса. Ну, Макс его во втором бою больше побил. И у Шерба нанес. Не знаю. Куда суди смотрели. Мне показалось, раздельным еще не выиграл Холлоуэем. Вы же с Забито не просто товарищи, а друзья. Я правильно понимаю? Да, мы уже достаточно давно вместе. Мы учились в школе «Пятый сторон света». Еще когда в пятом, шестом классе были. И мы еще однослитчане получаемся. С одного села, можно сказать. И так все равно... То есть вы еще были знакомы, получается, до того, как начали учиться вместе в «Пятый сторон света»? Нет, мы «Пятый сторон света» как раз и познакомились. Это где-то я учился. В седьмом классе учился. Забит был в восьмом классе. На год старше меня. И с тех пор, получается, уже лет... Даже лет, наверное, четырнадцать-пятнадцать, наверное, уже как-то знакомых. Ты когда-то сказал, мы с ним прошли через огонь, воду и медные трубы. Что ты вкладывал в это? Это только спорт или что-то еще? Ну, все, да. И на улице везде мы, может, со мной тарелки кушали. Мы в интернате учились вместе. И по улицам вместе ходили. И тренировались, там, другу помогали, когда еще ничего не было. Везде нас соревновали, по любителям ездили. По улицам вместе – это самое интересное. Расскажи, как вы, мать, ваше приключение. Ну, бывали, да, такие интересные истории бывали. Обычно, там, как он, там, на разворке бытовых и бывали, и ездили. Забито он такой, сам по себе, всегда добрый был. И, там, всегда пытался, там, разнять, там, чтобы, ну, никому ничего не навредили. И, самое удивительное, там, до Забито докапывались. Когда он, там, разнимал или что-то делал, всегда до Забито докапывалось. И, по-моему, Забито проходил, он всех наказывал. Всех не держался. Такие пары истории бывали, там, в Махачкале, в Буняске. Расскажи какую-нибудь, которую можно рассказать. Которую можно рассказать. Я-то особо не хочу, там, фаса ставить, что-то. Ну, бывали такие истории, да, там. Я же говорю, когда Заби, там, наоборот, разнимает, не хочешь, там, чтобы мы, там, побили, там, или что-то сделали. И Заби, там, разнимает, и, там, умудрались за него, там, он чуть... Самый последний такой высокий, худенький был. И они недооценивали Забито, как всегда. И ошибались. У Жени, там, не мои разборки получали, получали забитые разборки. И Заби отходил, там, один-н-один с ними. Всяких с угла улетали они, как в матрице. Понятно. И он показывал свои, наверное, удары ногами. И удары ногами, да. Забит, Заби, так вот он, такой добряк. Но на улице очень хорошо дрался, тоже забит. Как в бою, лучше, чем в бою. А ты как дрался на улице? На улице? Да, я, честно говоря, достаточно часто дрался. Я в Махачкале, где, ну, отстанция есть, там, и там Морска вырос, там, где много людей проходит, там. И там я, как тусовался, когда выходные или что-то бывали, там тусовался, и постоянно бывали драки там. Ну, так и затяжнее бои бывали у меня, там, на улице тоже, по 40-50 минут. А вот насколько жесткие драки в твоей жизни бывали? Ну, я имею в виду, ну, то есть, когда дело переходило уже от рукопашной до применения, там, допустим, битых бутылок, каких-нибудь там железных прутов, бывало ли такое? Не, бывало, на всех, где и оружие было, и где и ножи были, на всех кибишах участвовал. Ты рассказывал, что ты в Пять Сторон Света попал, потому что плохо себя вел. Да, я, честно сказать, ну, я учился в Махачкале, там, пятый, шестой, седьмой класс, и прогуливал школу. Ну, там, в компании-то посвязался, с ними, там, прогуливал, там, на компьютер, там, всяким нехорошим вещами занимался. И, там, отец узнал, что я вот так прогуливаю, и отдал Пять Сторон Света, за что я благодарен, что попал туда. Если туда не попал бы, я думаю, спортсмен из меня не стал бы, потому что там, реально, много чего изменило мне, эта школа, в лучшую сторону. Ты рассказывал, что у тебя плохая растяжка, и вот, как-то, уши и плохая растяжка, но это какие-то, мне кажется, несовместимые вещи. Не, я там могу ногами, там, муж все кидят спокойно, удар ногами я очень, ну, неплохо делаю, просто я самый деревянный человек в мире, кажется, там, не знаю, вот гимнастические такие, там, растяжки, я вообще, ну, с пацанами, там, с кем я двигаюсь, они, там, два-три раза лучше растянутся, там, спокойно растянутся, там, спокойно к ногам тянутся, мне чуть тяжело дается это. Я там на шпагат уже помню, когда в школе учился, там, тренер уже на шпагат, на моих ногах стоял, уже не мог посадить. Слушай, ну, только это же больно, наверное, было ужасно вообще. Да, честно говоря, не то, что больно было, и там вариантов не было. Ага. Тренер хотел, ну, по-моему, все, как-то, не знаю, легко же садиться на шпагат, и он там всех сажал, спокойно садились, там, пацаны, там, за неделю, две недели на шпагате уже сидели, и, не, короче, не судьба была, походу, на шпагат сесть. А вот, слушай, вообще из бойцов из ММА, из профессиональных, ну, вот сейчас уже, кто уже, скажем, все-таки не ребенок, а кто профессионально занимается, бьется, многие ли вообще на шпагат садятся? Ну, сразу сесть, я думаю, тяжело будет, но если что, неделю-две недели потянутся, я думаю, спокойно сяду. Все равно же, когда ты часто не садишь, она же уходит растяжка, если не повторяешь. Ну, неделю-две, даже месяц чуть-чуть потягиваться, спокойно сядут ноги, там, без проблем. И Гасан, и Заби, и Тимур, они спокойно сядут, например, если будет, там, как бы, это направление работать, спокойно сядут. Ну, я, конечно, точно не сяду, полгода, да, я все равно не сяду. Вот есть ли какой-то боец, который просто поражал своей растяжкой, ну, условно, который, там, как ван-дам, на двух табуретках на шпагат садился, то есть одну на другую, одну на другую? Честно говоря, у нас там в школе были такие, честно говоря, и на табуретках, и так растягивались. На школе тэквондисты, там, у нас были параллельно, которые занимались, они, там, что хочешь делали. Мы, там, часто у него, в Инстаграм, и Заби, и я укладывал, там, Тагирис Магомед, вот такой, тэквондист, там, перед лицом держит. Он, там, нормально растягивал, когда я помню, в свое время. На то, сказать, в бою, вот такая растяжка, она важна, в бою, по правилам ММА. Ну, потому что, допустим, я, когда-то сам, когда-то занимался, сто лет назад, я помню, у нас там парень был, он просто деревянный вообще. Но, когда дело доходило до спарлингов, он ногами, там, махал, там, чуть ли не вертусик, короче, крутил. Не, этот, ну, маховая растяжка, это совсем другая, честно сказать. Ага. Да, ну, если ты растянут, конечно, это хорошо. Скоро, как положено, идет, и так, меньше устаешь. Я больше думаю, больше на вносность влияет растяжка. И растягиваться надо, в любом случае, надо растягиваться. Я стараюсь каждый день, там, после минутки. На выносливость именно влияет, то есть? Да, я думаю, да, на вносность, когда мышца зажата, она все равно, как-то нагружается, что ли там. Ну, объяснял мне один человек, но это плохо. Надо все равно растянут быть. Ты рассказывал, что у вас в зале занимался феномен, который может победить Генри Сихуда по имени Алихан. Алихан, а, Алихан, да, Алихан был у нас, это, в 5-7 лет учился, ну, такой талантливый парень был, честно сказать, и боролся, и бил, там, потому что он дрался, он там с уфлексами, я помню, на Тагестане, там, вырубал этот пацанок. Алихан, да. Он-то остался, вот, там, работа, семья, а так, очень талантливый. Я думаю, далеко пошел бы и собирался бы. Его пытались переубедить. И, кстати, я прошу прощения, а какая у него фамилия, чтобы, так скажем, для истории записать? Фамилия, я здесь скину, потом, фамилия. Да, ладно, хорошо. Я ловлю, там, фамилия. Дай. Ну, будто, фара забит, там, вот, так, когда в Хасеруте. Более, он сам с Хасерутом, мы его с собой брали. Он как-то начал заниматься. Ну, когда человек желания нет, хоть какой-то талант не был. Если желания нет, здесь в спорте нечего делать. Без желания, я думаю, это смысл нет вообще тренироваться. И вообще всем, кто занимается, там, не знаю, для кого-то или чего-то, смысла нет. Если же самого желания нет, ты не горишь, каждый вставать, идти на тренировку, какую-то работу делать. Бессмысленно. Вот по поводу Забито. Ну, допустим, когда речь идет про Федора, про Хабиба, и когда там спрашиваешь, в чем их феномен у тех людей, которые с ними работали, все называют сумасшедшую работоспособность. В чем феномен Забито, вот, на твой взгляд? Универсальность. Универсальность Забито. Он и бьет, и борется, и сам Басипахар тоже. Просто Федор и Хабиб, я думаю, они просто стабильность, да, у них, они всю жизнь тренируются, они одну тренировку не пропускают. И это свои плоды дало. Потому что Хабиба, как я знаю, сколько я помню, он всю жизнь тренируется, бегает, прыгает, всегда себя в форме держит. И это все равно свои плоды дает стабильность. А вот ты так можешь, кстати, чтобы тренироваться абсолютно каждый день? Ну, я так и делал, я пока не дрался, я каждый день тренировался. И во время пандемии я тренировался, все равно, как уже болезнь, я думаю, когда спорт уже оставлю, по-любому бегать, что-то будет делать. Ну, то есть ты просто без этого не можешь никаким образом, то есть вот потребность, да, все равно организм хорошо себя чувствует, когда ты там даже ходишь или бегаешь, все равно же себя хорошо чувствуешь, более уверенно. И по-любому, кровь гонять надо, что-то надо делать, чем дома сидеть, там, или там, ничего не делать, лучше тренироваться, в форме держать. Все, спасибо большое, Магомед. Удачи тебе в твоей карьере, надеюсь, что с UFC все получится. Все, хорошо там вам в Амирике, время проводите.